Темные зеркала взялись из цитаты замечательного канадского писателя Чарльза де Линта, который говорит, что история – это зеркала. Если зеркало потемнело и помутнело, на то может быть своя причина. Отполируй его, и может остаться, что ты не захочешь признать за свое отражение то, что ты в нем увидишь. Вы отлично понимаете, как это работает. Приходит клиент и говорит, значит, все на меня агрессию проявляют. Петя на меня агрессию проявляет, Саша проявляет, Вася. А ты слушаешь этого человека и понимаешь, что там дело ни в Пете, ни в Саше, ни в Васе. Нельзя ему сказать, товарищ, ты обращи внимание, что ты реально все сделал, чтобы эти люди на тебя так реагировали. Ему нельзя так царапить, что у него есть защита, и он скажет, вот еще один на меня агрессию проявляет. Что можно ему сказать? Можно сказать, у меня есть история, не про тебя, не про притча. Давным-давно жил-был один купец, ты ему такое рассказываешь, поскольку это не про него, но у него как-то необходимости защищаться нет. Он послушал, покивал, потом ушел, несколько дней походил и что-то как-то понял сам. И это, на первый взгляд, вообще два несвязанных события. То, что я ему рассказал, и то, что он потом как-то сам понял. И если мы работаем с одним человеком, то под него можно прицельно подобрать историю или даже создать под него историю. Но если мы делаем какой-то продукт коммерческий, мы хотим все-таки, чтобы он более-менее окупился, и поэтому нам имеет смысл цели не в частности, а в общей, во всякие разные области, которые подогреты для большинства людей. И то, что срабатывает, то, что заходит большому количеству народа, это повторяется, повторяется и повторяется, и в конце концов становится каноном. Вот этот вот жанровый канон, то, что Стивен Кинг называет «жанровой колодой Таро». Всякие разные оборотни, вампиры, всякие образы, которые кочуют из произведения в произведение. Их много. Мы сегодня рассмотрим семь, с моей точки зрения, самых важных.